всем привет друзья с вами иван и в этом видео я хотел бы с вами поговорить о такой вещи как экспонометра или по-другому они называются лайтметра или спотметра так зачем же он нужен ну ответ очевиден для того чтобы определять корректную экспозицию допустим у вас камера довольно таки старая где нет встроенного экспозомера допустим это какой-нибудь старый зоркий такой как и в нем нет экспозомеров то что он очень древний из 50-х или допустим у вас не рабочий экспозомер ну например как в зенитах в зенитах чаще всего точнее большинстве случаев замер работать не будет потому что там селеновый датчик он со временем истощается и без внешнего экспонометра работать невозможно ну для цифровых камер конечно же все очень просто там кто замер встроенный то есть там он бывает нескольких типов это точечный экспозомер центр развешенный и матричный кто замер матричный замер это замер по всему полю матрицы и берется среднее значение по всему кадру то есть допустим у вас какая-нибудь контрастная сцена и яркий какой-нибудь объект и он берет значение среднее центр развешенный замер это замер по центральной области в матрице края он не берет но допустим у вас какой-нибудь портрет или важная часть съемки в центре он ее замерит ну и точечный замер это замер по одной точке в центре то есть это уже ближе к спотметру то есть точечному замеру вам придется немножко подвигать водоискателем чтобы померить точки в центре и в голове рассчитать ну а для пленочных фотографов конечно же нужны лайтметры и спотметры но если вы хотите купить себе какой-нибудь экспонометр то я вам не советую покупать советские ленинграды и прочее такое вот старе и вы с ними намучитесь я вам настоятельно не рекомендую у меня подобный был ленинград 4 крайне неэффективный экспонометр пользоваться конечно можно но он постоянно врет и спустя года у него датчик окисляется и он дает неточности поэтому я рекомендую вам найти нормальный экспонометр это первую очередь сиконик фирма сиконик там большой выбор экспонометров но они конечно стоят довольно существенных денег и я вам рекомендую для начала купить экспонометр фирма minolta это конечно немного проще чем сиконик но вам для начала этого хватит за глаза потому что меряет он очень хорошо он очень точен и прост и удобен в обращении мой экспонометр называется minolta автометр 4f давайте пройдемся по назначению кнопок верхняя левая кнопка эта кнопка power включения понятное дело мы его должны включить кнопка айсо меняет значение айсо соответственно мы зажимаем айсо и справа есть такие стрелочки мы их вверх вниз нажимаем и выбираем значение со которую нам надо также если просто нажимать на эти стрелочки то мы меняем выдержку и прямо над этими стрелочками есть кнопка измерения то есть такая большая кнопка тугая мы на нее нажимаем один раз и у нас появляется значение также если мы будем двигать вот эти стрелочки вверх вниз то у нас соответственно меняется значение выдержки и значение диафрагмы то есть грубо говоря мы берем экспопару еще очень классный фичи от экспонометра это то что у него есть кнопка под названием m memory то есть мы измерили одно значение потом нажали m он у нас запомнил это значение и мы меряем другое и соответственно у нас значение сохранено и мы можем сохранить вплоть до трех измерений и соответственно выбрать подходящую диафрагму и выдержку также здесь есть кнопка под названием а со звездочкой это кнопка показывает ключевое значение диафрагмы если мы ее нажмем то нам покажет среднее значение диафрагмы тоже очень удобная функция я иногда пользуюсь и точность принципе у нее хорошие но я вам рекомендую конечно считать все самому здесь есть кнопка под названием и вид то есть это грубо говоря значение яркости и вид то есть если вы знаете чуть такое вам может понадобиться но я этим не пользуюсь мне она не надо здесь есть кнопка мод это режимы изомера я измеряю все это в амби амби это обычный режим то есть грубо говоря полевой также здесь есть другие режимы я ими не пользуюсь они тоже мне не нужны они все как-то связаны со вспышкой то есть мы сюда подключаем передатчик вспышки и мы можем мерить импульсный свет но мне это тоже не нужно но если вы снимаете студии вам может пригодиться этот экспонометр работает от одной пальчиковой батарейки и что вполне себе выгодно потому что всего одна используется также над батарейкой есть такой небольшой рычажочек это для того чтобы мы смогли откалибровать экспонометр если у нас он немножко врет ну соответственно в плюс и в минус еще у экспонометра на мой взгляд не совсем удобная реализация это то что чтобы поставить например видоискатель за место сферы нам нужно сферу убрать и поставить ее вот так вот видоискатель то есть чтобы поменять тип измерения нам нужно все это снимать постоянно на мой взгляд это не совсем удобно реализовано потому что нам нужно постоянно снимать одно ставить другое если нам нужно менять тип замера и естественно это реализовано по причине того что максимально нужно упростить удешевить но с учетом того что этот экспонометр не особо дорогой и в принципе точные я готов с этим мириться и все кониках это реализовано намного удобнее потому что у них все совмещено то есть видоискатель спот метра он чуть выше и соответственно полусферы над этим видоискателем не надо ничего менять но и стоит он конечно в разы дороже кнопки у разных экспонометров могут немножко отличаться но принцип у них тот же поэтому все примерно одинаково ну и какое же отличие light метр и спот метра в чем разница ну разница способе замера то есть light метра мы меряем падающий свет то есть этот свет который падает на объект но он не отразился еще поэтому мы меряем сам источник света этот цвет будет одинаков как для темных участков так и светлых то есть нам не нужно возле темных участков возле светлых мерить достаточно просто измерить возле снимаемого объекта и соответственно спот метра мы меряем отраженный свет тот свет который упал на объект и отразился от него этот замер считается более точен но он и более сложен одновременно то есть нам нужно измерить темные участки серые участки и яркие и в голове просчитать экспозицию корректно но также спот метром меряют недоступны для нас объекты которые мы не можем подойти например это всякие пейзажи там архитектура и прочее где мы не можем походить и померить для этого нам и нужно вот это приспособление ну а light метра естественно подойдет для небольших объектов которые к нам доступны то есть допустим портреты какие-нибудь или предметные фото натюрморты то есть мы можем например возле лица померить или возле какого-нибудь объекта и так будет намного удобнее чем мерить точкой вблизи я бы хотел вам еще рассказать про одно отличие спот метра от light метра это то что он все подводит к нейтрально-серому это так называемый 18 процентный серый то есть нейтральный серый и даже если вы будете мерить белый объект черный объект то он все будет подгонять к серому и у вас не получится замерить все с первого раза нужно будет несколько раз замерить и высчитать давайте я наглядно вам покажу как работает принцип измерения то есть видите у нас здесь есть яркий белый лист фактурой и черный стол с фактурой также я сюда поместил примерно нейтральный серый объект то есть это ветрозащита для микрофона для того чтобы измерить падающий свет нам нужно надеть вот эту сферу полупрозрачным просто подносим ее к снимаем объекту так вот направляем на камеру и значение у нас будет 1 60 диафрагма 2 и с половиной примерно давайте сейчас возьмем камеру поставим 1 60 и диафрагму 2 с половиной и попробуем снять посмотреть что получится вот здесь наглядно видно то что белый лист не в пересвете он с фактурой и также черный стол также с фактурой он не пересвечен серый объект он так и остался серым грубо говоря у нас идеальная экспозиция для данного объекта и давайте я вам покажу как работает точечный экспозомер то есть нам нужно выбрать яркую точку нажать м мэмори для листа это будет диафрагма 42 для стола будет диафрагма h1 и 7 мэмори и также берем серое поле у нас он будет 14 то есть теперь мы нажимаем на а и и теперь у нас также среднее значение это будет 2 диафрагма 2 с половиной вот такой вот примерно метод измерения спутометром и давайте я вам покажу что будет если выставить автоматическое значение на камере и направить на белый объект то есть видите лист перестал быть белым он стал нейтральный серым и давайте же снимем стол таким же образом стол также стал серым он перестал быть черным если выставить по серому серое так и осталось серым потому что она значение примерно имеет 5 то есть нейтрально серые камера не изменила свои настройки и также определила что белое это белое а черное это черное также перед покупкой я вам рекомендую тщательно проверить работоспособность девайса потому что потом будет очень сложно исправлять и естественно вам нужно будет все поизмерять взять цифровую камеру с гистограммой измерить свериться с данными и после уже брать но также необходимо его будет откалибровать потому что с 50 процентной вероятностью он будет не точен сделать это очень просто вам нужно выйти в яркий солнечный день в полдень чтобы не было облаков было яркое солнце направить полусферу на солнце замерить и у вас при и со 400 выдержки 500 должна быть диафрагма 16 ровно если у вас эти значения поздравляю вас полностью рабочий экспонометр но если он немножко врет в плюс или в минус естественно подкручиваете и калибруете таким образом все очень просто для того чтобы эффективным измерять спотметром я вам советую изучить теорию анселя адамса это такая специальная шкала который он разработал и высчитал эта шкала показывает самые темные средне темные серые немного яркие и совсем яркие объекты то есть шкала от 0 до 10 где 0 это самый черный объект то есть кромешная тьма а 10 это самый яркий свет то есть без каких-либо деталей то есть только на зоне 2 у нас появляется хоть какая-то фактура в темном то есть это очень глубокие тени и тому подобное то есть зона 4 это не глубокие тени уже отчетливо все видно зона 5 это среднесерое то есть это чистое синее небо серый камень серая стена или что-то подобное ну какая-нибудь трава тоже то есть на зоне 8 у нас заканчиваются хоть какие-то детали это белый снег это яркие облака и прочее ну а зону 10 мы в учет не берем потому что это идеальный яркий объект то есть там детали быть не может вот мы с вами телепортировались в рандомную локацию ну как рандомно это в днх и я вам сейчас покажу как мерить миноль той у нее есть несколько способов замера первый самый простой это использовать матовую сферу у нас запустим будет айсо 800 поставим выдержку одну 250 и с полусферой нам нужно побегать по локации чтобы замерить везде освещенность сейчас давайте это сделаем замерим в темных участках у нас будет 1 и 4 и 7 сохраняем и светлом участке сохранить будет 2 и 8 и 8 и того ключевая яркость будет у нас 2 и 8 по моему расчету потому что возьмем среднее значение 2 и 8 также есть точечный замер для этого нужно снять полусферу и надеть специальную насадку viewfinder называется я его делал вот так для удобства нам нужно смотреть через вот это окошечко там видите такой шарик и в центре нам нужно замерять мимо согласно теории адамса меряем точки сначала я замерил серую точку видите эта стена на заднем плане будет диафрагма два с половиной нажимаем м сохранить также нам нужно замерить самую темную точку это он те самый верх колонны будет 143 ну и также замерим вот где подъезд светлая стена серая цвета серы там тоже замерим 2 и 8 и также получается у нас ключевая экспозиция 2 и 8 также если вам нужно например диафрагму 4 или 5 и 6 здесь есть специальные кнопочки они изменяют выдержку и соответственно меняется экспо пара видите сделаем одну 125 диафрагму 4 ну давайте перейдем к фотоаппарату и попробуем снять согласно нашим показаниям что написано на экспонометре то мы ставим на фотоаппарате соответственно ставим со 800 1 125 диафрагму 4 давайте попробуем сфоткать смотреть как получилось на мой взгляд экспозиция получилась довольно таки ровная и темная есть и светлая не в пересвете также если вы не хотите себе брать такой экспонометр и соответственно какой советский не хотите брать то можно воспользоваться каким-нибудь приложением на айфоне или андроиде ну если честно на андроиде я нормальных приложений не нашел для измерения экспозиции а вот на айфоне могу порекомендовать приложение называется light made качаете пользуйтесь в принципе хорошее приложение пользоваться удобно все очень просто и понятно это совсем дешевый вариант поэтому решайте сами что важнее дешевизна или качество если видео было вам полезным то ставьте лайки пишите в комментариях что вы думаете и обязательно подписывайтесь всем пока